В сегодняшнем видеоролике я покажу вам, как сделать нож из лего. На ютубе можно найти тысячи видеороликов, связанных с так называемым Epoxy Resin Art. В этих видео мальчишки и девчонки заливают эпоксидную смолу в различные формы с множеством наполнителей, затем обрабатывают все и получают невероятной красоты изделия. Кроме того, из чего не попадя, сейчас популярно делать ножи. Я решил совместить эти две тенденции, сделал нож из эпоксидной смолы и лего. Для начала нужно изготовить форму для заливки. Я использовал для этого оргстекло. Предварительно все разметим на нем, я с помощью лобзиков вырезал нужные мне детали. Затем я все склеил и нанес на поверхность алюминиевый скотч. Это нужно для удобства отсоединения эпоксидки от стекла. Теперь нужно приготовить смолу к заливке. Для этого нужно в правильных пропорциях смешать компоненты А и Б. Затем все хорошо размешать и залить форму. Я заливал эпоксидку в два этапа, чтобы между слоями можно было поместить пластинки лего. Для удаления лишних пузырьков с поверхности смолы я использовал небольшую горелку. После того как эпоксидка высохла, я вынул заготовку из формы. Затем я распечатал и вырезал шаблон ножа, контуры которого я перенес на заготовку. В процессе резки откололась часть рукояти. Но я не расстроился, потому что на нее у меня были другие планы. Клинок я обработал для начала с помощью напильника и наждачной бумаги. Затем с помощью точильного камня начал формировать режущую кромку. Теперь нужно заняться рукояткой. Она у меня будет гибридной, то есть состоять из дерева и смолы. Внутри которой для красоты будет помещена мини фигурка. И чтобы это сделать я разрезал деревянный брусок на две части. Потом я приклеил опалубку между двух деревянных заготовок, чтобы туда залить эпоксидку. Я также заливал ее в два этапа. Причем первый слой я сделал под углом, чтобы можно было разместить мини фигурку. После затвердевания смолы я удалил опалубку. Лобзиком я вырезал нужную мне форму рукояти. С помощью ножа я доработал ее внешний вид. Затем я начал все отшлифовывать, чтобы добиться гладкой поверхности. Настало время соединить рукоять с клинком. Для этого нужно сделать паз в ручке. Склеил я все с помощью той же эпоксидки. Деревянные части я покрыл мебельным лаком. После того, как он высох, я покрыл всю поверхность ножа льняным маслом. Оно сделало смолу более прозрачной. Вот такой нож у меня получился. Я более чем доволен им. Честно говоря, я не планирую его использовать по назначению. Но все же я провел кое-какие испытания. Лучше бы я этого не делал. В месте соединения клинка с рукояткой эпоксидка не выдержала и сломалась. Ну ничего страшного. Я все склеил. Мне понравилось работать с эпоксидной смолой. И в будущем я думаю сделать по такой же технологии полноценный меч. И если тебе эта идея интересна, то ставь лайк под этим роликом и пиши в комментариях «хочу меч». Ну а я благодарю тебя за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok